Нынешний законопроект об обращении с животными был внесен в парламент Министерством природы еще весной 2011-го. Через пять лет по требованию президента его отправили на доработку. Этот текст согласовали 28 ведомств. Обсуждение закона в течение нескольких лет сопровождали акции за защитников по всей стране. Из закона о защите животных сейчас хотят сделать закон, где убийство животных будет законодательно закреплено. По мнению зампреда Госдумы Ольги Тимофеевой, ее слова приводит информационное агентство ЛЕНТАРУ, этот закон был принят благодаря настойчивости зоозащитного сообщества. Интернет приводит неофициальную статистику, и она подтверждает, закон нужен как воздух. У 57% россиян есть домашние животные. В большинстве своем это кошки и собаки. Самые популярные породы кошек – британская, сиамская и сибирская. У собак немецкая овчарка и многочисленные терьеры. 87% россиян считают питомцев с членами семьи. Подавляющее большинство уверено, что бездомные животные – результат безответственности их прежних владельцев. Федеральным законом от 27 декабря 2018 года регулируют соотношение в области обращения с животными в целях их защиты, а также укрепление нравственности, соблюдение принципов гуманности и обеспечения безопасности. Например, документ запрещает устраивать бои между животными. Там прописаны требования к их содержанию и использованию. Еще поставлен четкий запрет держать дома диких зверей. И вот такая поездка из дома в такси теперь вряд ли законна. Ребята, покажи, что вытворяют. Этот закон вообще как манна небесная для зоозащитников. Пусть он хоть и недоработанный, сырой, но у нас год они дают на доработку, на поправки. То есть я уверена, что все будет хорошо. И главное, что его вообще приняли, потому что столько лет мы ждали зоозащитники. Елена не понаслышке знает, как жестоки иногда бывают люди по отношению к животным. Уже несколько лет она подбирает на уликсы, выхаживает, лечит, кормит и пристраивает только ответственным хозяевам брошенных собак и кошек. Сейчас в ее квартире 9 питомцев, причем есть и серьезно больные. Пятеро инвалидов. Один без лапы пришлось лапу ампутировать. Причем он еще и дикий. Ладно, там могли бы люди взять трехлапого, но он еще и дикий, усугубляет его положение. Поэтому он у меня остался. Кому он такой нужен? Еще одна тяжелая. А, шестеро у меня, оказывается. Один без глаза и под машину попал. Пришлось удалить глаза. Это видео снято зоозащитниками в одной из квартир Коряжмы в конце прошлого года. На Лексо, по меньшей мере, небрежные отношения к кошкам. По новому закону хозяин может быть серьезно наказан. Еще двое отточено сидят. Ой, тут еще куча Наташа, Наташа. Один из важных пунктов в законе – возможность контроля за деятельностью приютов. Но как раз к ним у местных зоозащитников вопросов не возникает. Тот же отлов будет вестись при видеофиксации. Это тоже немаловажно. Там тоже очень было много нарушений. Отлавливались домашние собаки, они безнадзорные. То есть тут тоже и… Причем отлавливались сразу, убивались какие-то. Ну, в общем, очень много нарушений было. Тут тоже вот прям… Ну, несмотря на все недоработки, все-таки такая почва очень серьезная для того, чтобы люди перестали совершать противоправные действия в отношении животных. Наталья Макарова, руководитель кинолога филинологического клуба «Нордфауна», привела пример ответственного отношения к питомцам. Коряженка Валерия Лебедева несколько лет назад впервые взяла щенка и этим предопределила свою судьбу. Сейчас она оканчивает зоотехническое отделение аграрного техникума и вскоре станет дипломированным кинологом. Наталья Макарова признает, документ, регламентирующий деятельность заводчиков и устанавливающий ответственность для владельцев животных, обязательно нужен. У нас люди берут, продержат полгода-год, выкидывают на улицу, потом берут новое. То есть вообще нет понимания о том, что они берут живое существо. Некоторым людям цветочек жалко выкинуть на улицу, а у нас выкидывают животных. Тем не менее, новый закон она считает несовершенным. Текст сырым, нормы непроработанными. К нему необходимы серьезные поправки. Сейчас у нас по новому закону получается, что бездомная собака имеет намного прав больше, даже, например, скажем, если это бездомный человек или это, например, бездомные дети, потому что им государство будет выделять определенные деньги на то, чтобы их стерилизовать и снова выпускать. Статья о том, что жестокое обращение к животным, то есть если собака на меня рычит, я не могу даже ее отпихнуть, пнуть, бросить в нее, потому что меня могут привлечь за то, что я жестоко обращаюсь к животным. Еще до принятия закона в нашем городе и округе ситуацию с безнадзорными животными удалось несколько поправить. Например, благодаря стараниям неравнодушных земляков в Котласе открылся приют, и большое число бывших бродяжек сейчас обрели дом там. Почему у нас сейчас так мало видно, что бездомные животные не бегают по улицам? Потому что в Котласе приют есть. То есть все равно большинство собак и кошек они забрали там. Наталья Ревякина, председатель правления общественной организации к Центру помощи «Право на жизнь», соглашается с коряжемскими активистами. Наталья уже несколько лет руководит Котласским приютом, и проблема бездомных животных ей близка, как никому другому. Закон был принят, потому что его надо было принять. Потому что уже заждать там больше было принятия никакой. То есть надо было уже принять все. Но к этому закон, как понимаете, он сырой. К нему еще нужны доработки. Правила о приютах, нормы содержания животных. Кроме того, на работе приюта существующий закон, по словам Натальи, нет разекса. Все ждут принятия поправок, которые помогут не только в их работе, но и в воспитании ответственности у владельцев животных. Она не у всех на высоте. И вот наглядный пример. Котласский приют за 20 дней этого года пополнился на 16 собак и 10 кошек. Благодаря новому месту жительства у животных сохранилось право на жизнь.